Добрый вечер! В прямом эфире телеканала Россия с главными событиями этой пятницы вас знакомят корреспонденты программы Вести Иванова в студии Марина Калинина и коротко о некоторых темах. Ямы и ухабы ширятся, а объемы дорожных работ сокращаются. Одни ямы. Я не знаю, куда деньги деваются. Ремонтный сезон стартовал, но, видимо, не для всех. Многие дороги Иванова рискуют повторить судьбу улицы Калинина. Получить водительские права теперь станет сложнее. С 1 сентября правила сдачи ужесточаются. Нововведения коснутся при сдаче экзамена на автодроме. Вместо трех обязательных упражнений ученики теперь будут сдавать пять из шести возможных. Сегодня за руль учебного авто сели инспекторы и показали, какие еще новшества ждут будущих водителей. В России День семьи, любви и верности. Самые крепкие супружеские пары области поздравила Светлана Медведева. Мы должны друг друга греть, согревать и любить. Тем, кто любит и согревает друг друга, вот уже 25 лет вручили медаль за любовь и верность. Юные и модные. Не хочу гаслых быть, не плотники, но с оселением горьких нет кабинет. На берегах Волги в Плёсе стартовал фестиваль «Льняная палитра». Первыми на подиум вышли дети. Сегодня утром в Иванове эвакуировали работников и посетителей одного из крупных торговых центров. Сообщение о возгорании кровли здания на улице Лежневской поступило в дежурную часть в начале 10 утра. Пожарные оперативно приехали на место происшествия и буквально в течение пяти минут ликвидировали пламя. Далее в течение часа огнеборцы проверяли, есть ли вероятность повторного возгорания. Подразделение сразу же было направлено по повышению номера вызова в количестве 12 единиц техники. По прибытию через три минуты первое подразделение наблюдалось небольшой дым с кровли. В ходе проверки было установлено, что произошло возгорание в вентиляционном коробе. Сотрудникам Ивановской управляющей компании «Город» теперь придется тесно общаться со следователями. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения штукатурки на трехлетнюю девочку. Напомним, что ЧП произошло 27 июня дома номер 21 по улице Машила Жаворонкова. Когда мама с дочкой стали выходить из кассы коммунальных платежей, со стены посыпались обломки кирпичей и штукатурки. Ребенка со ссадинами и ушибом позвоночника госпитализировали в областную детскую больницу. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Однако сразу после происшествия следственный комитет инициировал доследственную проверку, по результатам которой было принято решение о возбуждении уголовного дела. Следствию предстоит выяснить, кто виновен в ЧП и почему управляющая компания не выполняла работы, отвечающей требованиям безопасности. Дорожная техника доехала до улицы Каленина. Самая проблемная магистраль областного центра наконец-то будет отремонтирована. Но сколько водителей оставили здесь свои подвески и повредили защиту. Между тем, многие дороги Иванова рискуют повторить такую же судьбу. Уже середина лета, а активных ремонтных работ не наблюдается. О самой злободневной российской беде. Резидент Агимова. Привокзальная площадь. Лицо города. Но вступив с поезда на Ивановскую землю, сразу начинаешь в этом сомневаться. В центральной улице, ну там, я не знаю, Лежневские там или еще какие-то, ехать можно. Чуть-чуть шаг вправо, шаг влево. Уже мало желания по этим улицам ездить. Одни ямы. Я не знаю, куда деньги деваются. В плохом состоянии, я бы сказал. Ну, не в лучшем. Хотелось бы ездить по более качественным покрытиям, но не получается. А уж улица Калинина и вовсе стала притчей во языцах. Очень много ям, да, у всяких ухабин, там, всего. Дорога нехорошая. Отвратительная. Ужасная. Ну и дальше будет хуже. Здесь еще ничего. Я не знаю, почему Калинина все время разбит улица в центре города. Уж сколько раз возмущенные горожане обращались в мэрию с требованием отремонтировать эту дорогу. Привлекали внимание властей различными креативными акциями. То создадут ролик об ужасающем состоянии дорожного покрытия. То своими силами пытаются заделать ямы. Засыпают их битым кирпичом и штукатуркой, чтобы хоть как-то проехать. Но подручными средствами здесь было не обойтись. Колдобины на каждом метре. А до этого инициативные граждане и вовсе обратились к чиновникам с предложением скинуться на ремонт дороги самим водителям. Но мэрия никак не могла определиться со сроками. Под влиянием общественности, видимо, заставили поторопиться. Там будут выполнены все работы. Она будет проведена реконструкция от железнодорожного вокзала до 8 марта. То есть вся улица будет реконструирована. Но на других улицах областного центра строительной техники по-прежнему не наблюдается. Улица Шестернина тоже недалеко от центра. Но такое впечатление, что это какой-то переулок в разбомленном Донбассе. Между тем, уже почти середина лета, а ремонтные работы здесь так и не начались. А несколько лет назад в это же время улицы областного центра благоустраивали масштабно. Причем ремонтировали не только само дорожное покрытие, но и устанавливали новые светофоры. Появлялись новые тротуары, дорожные знаки. Почему в этом году, как, впрочем, и в прошлом, ситуация осталась без внимания городских властей? На этот вопрос ответа мы не смогли получить. Между тем, именно муниципалитет ответственен за состояние дорог и имеет на это немалые деньги. Вот только успеют ли их освоить, если половина сезона дорожно-ремонтных работ уже позади? Резидент Агимов Сергей Романов, Вести Иванова. Правила сдачи экзаменов на получение водительских прав ужесточаются. Сложнее теперь будет сдавать и теорию, и вождение. Новшество вступит в силу с 1 сентября. Ну а сегодня инспекторы ГИБДД сели за руль учебных авто и показали, какие испытания ждут будущих водителей на автодроме. За этим наблюдали инструкторы автошколы и наш корреспондент Михаил Емелин. Основные изменения коснулись теоретического экзамена. Если сейчас кандидату водителя разрешается допустить две ошибки, то по новому регламенту за каждый неправильный ответ добавят еще пять вопросов. Да, тут есть определенные сложности, но и дорога тоже не прощает ошибок. И поэтому зачем делать легче на экзаменах, чтобы было потом сложнее в жизни. Нововведения коснутся и при сдаче экзамена на автодроме. Вместо трех обязательных упражнений ученики теперь будут сдавать пять из шести возможных. К уже известным добавились поворот на 90 градусов и проезд нерегулированного перекрестка. Правда, последний относится к автомобилям с автоматической коробкой передач. К тому же видоизменилась и так называемая «змейка». Теперь это маневры в ограниченном пространстве. Процедура приема практической части экзамена в условиях реальной дорожной ситуации осталась прежней. Зато добавился новый список ошибок, в том числе и грубых, за которые ставится неудовлетворительная оценка. Изменения в каком плане? Значит, если не пристегнут ремень, раньше это был один балл, сейчас это уже три балла. Дальше, если нарушены правила перевозки пассажиров, тоже считается уже три балла. И еще ввели дополнительный штрафной балл за использование телефоном. Регламент принять-то приняли, вот только далеко не все автошколы на данный момент адаптировали свои площадки в соответствии с новыми требованиями. Ивановские автошколы, обучающие вождение на легковом автомобиле, с серьезными проблемами в подготовке своих площадок не столкнутся. А вот центром, который готовят водителей грузовиков и автобусов, придется серьезно видоизменить автодром. Для подготовки данных площадок где-то заасфальтировать порядка двух с половиной тысяч квадратных метров. Ну, это приблизительно около пяти миллионов рублей. Если мы изыщем такие средства, то, соответственно, мы проведем данные работы и упражнения будут размещены и продолжим подготовку, переподготовку именно водителей категории С, Д и Е. Ну, если не найдем, то придется нам прекратить переподготовку. Несмотря на трудности, многие руководители автошкол уверяют, что успеют подготовить площадки к первому сентября. В новом административном регламенте дано четкое понимание, какая разметка должна быть нанесена, ее размеры, что такое контрольные линии, то есть все даже вплоть до цвета. То, что сейчас вводится новым административным регламентом, новые требования, это все предсказуемо, это все было ожидаемо. Так что я думаю, что здесь для тех автошкол, которые работают качественно, для них проблем не составит. Сдавать на права становится все сложнее, но разработчики регламента уверяют, что новый порядок приема экзамена поможет инструкторам точнее определить, готовы ли будущие водители поменять учебный автомобиль на личный. Михаил Емилин, Алексей Серий и Сергей Романов, Вести Иванова. Сегодня в России день семьи, любви и верности. Его празднуют в день почитания святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, которые считают примером крепкой семьи. Праздник широко начали отмечать 9 лет назад, и инициатором стала супруга премьер-министра России Светлана Медведева. Сегодня именно она поздравляла самые верные и любящие семейные пары Ивановской области и вручила им медаль за любовь и верность. Все подробности у Татьяны Щербаковой. На первый взгляд обычный детский рисунок. Ребенок, дом, мама, папа нет. Этот рисунок стал победителем регионального конкурса художественных работ про семью. На эту работу обратила внимание и супруга премьер-министра Светлана Медведева. Она отметила, что праздник День Петра и Февронии как раз для того и нужен, чтобы в России было больше крепких семей и меньше обделенных любовью детей. В семье закладываются самые главные ценности. Это та платформа, где растут дети, где приумножаются традиции, где тепло домашнего очага и тепло сердец согревают друг друга. Заботясь друг о друге, в семье мы всегда должны помнить о главном. Мы должны друг друга греть, согревать и любить. Ведь всегда в основе всех этих, всего этого трудного жизненного пути лежит именно любовь. Большая любовь и у супругов Рожковых. Сегодня эту пару тоже наградили медалью за любовь и верность. Вера Валентиновна и Михаил Борисович в браке 33 года. Она воспитательница в детском саду, он водитель. Вырастили троих сыновей, но всю жизнь мечтали о дочке. И вот, несколько лет назад взяли на воспитание двух маленьких сестер, Ксюшу и Надю. Родные, мама и папа, их бросили. Взяли, было им 4 года и 6. Ну, конечно, девочки были очень запущены. Пришлось много поработать с ними. Очень много не знали, даже посуды. Если жили они в таких условиях, как вот нам рассказывали в соцзащите. Ксюша уже закончила первый класс. В общем, чтение, 46 слов, это 5. Диктант тоже написал на четверку. Ну, пока с задачами проблемы у нас. Общественной наградой также наградили еще 9 семей региона. После церемонии для виновников торжества выступили известные творческие коллективы. Все выступления были посвящены одной теме – любви и верности. Татьяна Щербакова, Степан Ирохеев, Вести, Иваново. Медали за любовь и верность сегодня вручали и областные власти. Поздравления принимали победители конкурса «Семья года». Самой творческой назвали сенью Ешкутовых из «Фурманного мама». Пишет стихи и пьесы «Папа музыку» для ее спектаклей. Также медаль получила семья, добившаяся успехов в сельском хозяйстве. И, конечно, многодетные семьи. В отдельной номинации наградили пары, ставшие приемными родителями сразу для нескольких малышей. Многие из них усыновляют ребят, не разлучаясь с братьями и сестрами, целыми семьями. Областные чиновники и парламентарии отметили, что в нашем регионе действует множество программ по поддержке таких семей. Все обязательства перед семьями, перед детьми выполняются. Прежде всего, это целевая программа организации детского отдыха. Мы более 200 миллионов рублей направляем на эти цели. Мы сохранили в области все пособия по поддержке семям, которые нуждаются в особой государственной заботе. Кроме того, все, что касается выплат многодетным семьям, имею в виду и приемные семьи, и обычные семьи с количеством детей более трех, все это у нас сохраняется. 250 выпускников Ивановского филиала Российского экономического университета имени Плеханова начинают новую страницу своей жизни. Сегодня они получили дипломы об окончании одного из старейших вузов страны. Теперь им предстоит строить карьеру и работать на благо российской экономики. Репортаж Марина Четвертковой. Позади все лекции, семинары, сессии, экзамены. Сегодня эта молодежь уже не веселое студенчество, а серьезные специалисты в разных отраслях экономики. Сегодня еще 250 человек. Это новая армия, которая закончила первый экономический университет России. Плешко, иначе его называют. 250 новых молодых специалистов, которые пополнят, наверное, не только трудовые ресурсы Ивановского края, Владимира, Ярославля, Костромы. И, конечно, мы гордимся, что все-таки 89% студентов уже будут трудоустроены завтра. В этом году вуз согласно международному рейтингу в 20-ке лучших европейских высших учебных заведений. Во многом это заслуга преподавательского состава. И то образование, которое получают сегодня в стенах знаменитой Плехановки, дает большие возможности. Во-первых, это высшее образование, оно многое что дает в нашем вообще мире. А так буду работать по специальности. Для меня главное, как преподают материал преподаватели наши. Это волшебно. Могу сказать, что лучших преподов я никогда в жизни не видел. Все было понятно, доходчиво. Ну, занятия строились очень интересно. Благодаря этому вузу хотелось ходить на занятия. Сегодня, в день торжественного вручения дипломов, молодым бакалаврам и магистрам поздравить выпускников пришли гости и друзья университета. Представители власти отметили, что в свое время, когда решался вопрос о выделении здания РЭУ имени Плеханова в Иванове, они приняли правильное решение. Мы, депутаты, принимали как раз решение о выделении здания для филиала экономического университета. И тогда было много споров, что лучше сделать. Продать эти здания или выделить для университета, и выделили для университета. И вот сейчас оказалось, что было сделано все правильно. Вуз развивается и показывает блестящие результаты. Теперь от новых квалифицированных кадров ждут новаторских подходов к развитию экономики региона. То, что нашей экономике региона, да и страны в целом, просто необходимы новые подходы и какие-то методы модернизации новые, это действительно факт. Вот эти ребята придут в экономику, в малый бизнес, в промышленность, в государственную муниципальную структуру и, безусловно, будут формировать новые подходы к экономическим процессам, к развитию экономических процессов. Но рабочие будни у выпускников начнутся завтра. Ну а пока фото на память с документами о высшем образовании. Марина Четверткова, Валерий Осипов, Вести Иванова. Высокая мода на берегах Волги. Сегодня в Плёсе стартовал традиционный фестиваль «Льняная палитра». В этом году у него особый статус. Теперь это национальное событие 2016 года. И именно на национальной традиции в костюмах будут делать ставку модельера. Основной конкурсный показ состоится завтра. Жюри во главе с Вячеславом Зайцевым оценят больше 30 коллекций. Ну а на подиум сегодня вышли детские театры мод. Творение юных дизайнеров оценила Алиса Паршакова. Ода британской супермодели Твиги открывает всероссийский конкурс детских театров мод «Льняная палитра». Пока главный фаворит фестиваля «Чародейка». Начинающие дизайнеры из интердома танцуют на подиуме. А остальные настраивают себя перед выходом к знаменитому кутерье. В жюри Вячеслав Зайцев. Улыбаемся. За ваши улыбки вам простят все. Энергию собрали. Пошли и выступили для себя. Ни качеках быть мы, ни плотники. Но, сомнений, горьких нет. В этом году помимо традиционных номинаций «Летнее платье» «Этно шик» впервые киномода. В тренде советские фильмы. Фильм называется «Высота и посвященная воду кино». Моя бабушка разыскала мне журнал. И мы из этого журнала взяли выкороки. А что сама здесь делала? Прошивала пуговицы. Помогали родители. А это уже на подиуме живые откадры из фильма «Человек-амфибия». На создание костюмов у театра моды «Алиста» ушло около года. Колоссовский смысл, конечно, был передать с моря, с фильма, с атмосферы. Самыми сложными, конечно, был создать шифон. Ткань сами из лоскутов все зашивали. Все время скользит, сложно за ней следить. Юные модельеры, они же и модели, не побоялись даже воплотить в коллекции один из самых мрачных советских фильмов – «Солярис». Поскольку фильм оставил такой тяжелый след, то, в принципе, все создалось довольно быстро. Потому что вдохновение было очень сильным. Прямо все смотрели этот фильм? Ну, многие из нас, как бы. Ну, как бы кто, наверное, больше психически подготовлен к таким фильмам, наверное, те и смотрели. 25 коллективов, среди которых большая часть наших ребят, представили более 40 коллекций. Одежда повседневная, одежда, я бы сказала, носибельная, но она не обыденная одежда. На сладкое оставили этно-шик. И здесь лауреатами стал Якутский театр моды. Наша коллекция называется «Сахамсире», на русский переводится как «Моя Якутия». Вот, наши костюмы шьются довольно долго, это как кропотливая работа. Допустим, костюм «Белка», он создавался очень долго, наверное, два с половиной месяца. Грам-при получили модельеры-чародеки из Ивановского интердома. Кроме того, Алиса, Театр образа, Коломбина, также дипломанты и лауреаты в номинациях. Завтра юные модельеры передадут эстафету уже более опытным и именитым дизайнерам. Алиса Прошакова, Алексей Серый, Вести Плюс. Таковы события дня, я желаю вам всего только самого доброго и до встречи. Спасибо.